Доброе утро! Еще одна Полина, Игорь и Александр. Прежде чем мы начнем нашу зарядку, хочу дать вам одно спортивное задание. Попробуйте встать на одну ногу, другую ногу отведите назад и руки в стороны. Попробуйте постоять хотя бы несколько секунд. Ага, сложно. Не у всех получается. А представьте, что вы стоите не на полу, а на льду. И на ногах у вас не кроссовки, а острые коньки. Представляете, насколько это сложнее? Но, скажу вам честно, есть люди, которые с этим справляются блестяще. Это наши прославленные фигуристы. Одна из них придет нам в студию. Это трехкратная чемпионка России, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы Елена Соколова. Ура! Во всем мире российские фигуристы вот уже более полувека считаются сильнейшими в этом виде спорта. Одна из самых любимых и известных наших фигуристок – Елена Соколова. Первый раз на коньки Елена встала, когда ей было 4 года. Тогда ни родители, ни сама маленькая Елена даже не думали о том, каких высот достигнет юная спортсменка в будущем. Сегодня Елена Соколова трехкратная чемпионка России и неоднократный призер чемпионатов Европы и мира. Итак, юные спортсмены. Позвольте вам представить. Елена Соколова, Лена, вот юные спортсмены. Доброе утро! Здравствуйте! 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 Фигурное катание – это прекрасный вид спорта, им хочется заниматься круглый год. Я могу не согласиться. Да? Да. Давайте поэтому сегодня проведем нам какую-нибудь такую зарядку, которая будет посвящена фигурному катанию. С чего мы начнем? Ну, как и в любом другом виде спорта, прежде всего нужно начинать любое упражнение с разминки. С разминки. Безусловно. Я бы предложила вам начать разминку с шеи. С шеи. Так, что мы для этого будем делать? Давайте поставим ножки на ширине плеч. Так, ножки на ширине плеч. Поставим ручки на пояс. Сделаем наклоны головы вперед-назад, в одну сторону и в другую. Начинаем. Вперед-назад, вправо, влево, вперед-назад, вправо, влево. Закончили. Очень хорошее упражнение. Дальше я бы предложила вам размять кисточки рук. Будем вращать кисточками и поднимать ручки. Фигуристы обычно делают это щелчком. Вверх, вниз, вверх. Это пальчики, ручки, кисти, все вместе. Да, хореографический такой добавился элемент, когда мы начали щелкать. Да, чуть-чуть пожили мы. Вверх, 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 щелкаем, 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 вниз. Стараемся делать красиво и плавно, как фигуристы. Фигуристы. Вот. Лена же сказала, что хореография очень важна для фигуристов. И последний раз. Закончили. Хорошо, очень пальцы хорошо размялись. Прям прекрасно. Да, чуть-чуть расслабим. Да, чуть-чуть немножечко. Давайте так, потрясем ручками. Потрясем ручками, их расслабим. Пальчики у нас поболтались. Все, молодцы, молодцы. Следующее упражнение. Ну и, конечно, каждый из вас видел, как фигуристы исполняют прыжки. И для того, чтобы выполнять сложные тройные прыжки, ножки должны быть очень хорошо размяты. Поэтому смотрите. Мы поставим опять ножки на ширине плеч. Попробуем поднять носочки как можно выше и перейти на пяточки. Потом переходим на носочки. И потом приседаем. И приседаем. Встаем. Пятки, носочки присели. Опять. Пятки, носочки присели. Пяточки, носочки присели. Еще раз. Пяточки, носочки присели. В этом упражнении на самом деле не только развиваются и разминаются ваши ноги, но еще, насколько вы поняли, очень хорошо отрабатывается баланс. Вы должны точно чувствовать свое тело, которое может вам всегда помочь в тройных, ну и других прыжках в будущем. Отлично. Если вы обратили внимание, разминались не только голеностопы, но еще и колени и бедра. Колени и бедра. На этом наша разминка подошла к концу. И мы можем приступать к основной части нашей зарядки, посвященной фигурному катанию. Сегодня нашим тренером является Елена Соколова, многократная чемпионка России и призер чемпионатов мира и Европы. Лен, с чего мы начнем нашу основную часть? Ну, конечно же, фигурное катание – это достаточно сложный координационный вид спорта. Поэтому здесь важны не только мышцы ног и рук, но и, безусловно, мышцы пресса и спины. Поставим ножки чуть-чуть шире, чем ширина плеч, поднимем ручки наверх и делаем в сторону наклон и разворачиваем корпус. Потом мы переводим свой корпус вперед и переводим его в другую сторону. Встали в исходную позицию. И начинаем все это заново. Все время делаем в одну и ту же сторону, в связи с тем, что фигуристы всегда вращаются только в одну сторону. Начинаем вправо. Давайте, начинаем вправо. И наклон раз, в центр, влево и в исходное положение. Наклон вправо, в центр, влево, в исходное положение. Вправо, в центр, в центр мы тянемся. Ребята, тянемся вперед. Тянемся влево и в исходное положение. Еще раз давайте. Вправо, в центр, потянулись, потянулись, потянулись. Влево, в исходное положение. Вот такое красивое, можно сказать, хореографическое упражнение у нас получилось. И мы разминали спину, боковые части и пресс. И немножечко у нас получилось, что размялился ахильчик. Ахилл. Ахилл у нас размялся тоже немножко. Следующее упражнение. Ну, наверное, стоило бы рассказать, что в фигурном катании мы очень и очень много падаем. Прежде чем маленький спортсмен выходит первый раз на лед, первое упражнение, которое ему дают, это упражнение для того, чтобы он правильно научился падать. Так, очень интересно. Давайте посмотрим, как же правильно падать. Смотрите внимательно, это очень важное упражнение. Нужно встать на коленочки. Так, давайте на коленки. Встали. И мы садимся на правую ножку. При этом мы помогаем себе ручками. Первое, что должно коснуться, это руки, которые нас защитят. И потом мы садимся. Потом мы также ручками отталкиваемся и встаем в исходную позицию. И в другую сторону. Давайте вправо. И раз. Исходное положение. Два. Влево. И раз. Исходное положение. Два. И раз. Медленно мы падаем. Конечно, мы стараемся как можно медленнее. Мы стараемся как можно медленнее, потому что мы учимся падать сейчас. Вот так. Вернулись в исходное положение. Вправо. Раз. Два. Влево. Раз. Два. Стараемся коленочки держать вместе. Коленки вместе. Тренер говорит нам, что коленки мы должны держать вместе. Давайте влево. Вернулись в исходное. Вправо. И достаточно. Достаточно. Следующее упражнение, Лена, какое мы будем делать? Следующее упражнение, которое мы сделаем, поможет нам правильно и грациозно растянуть все мышцы нашего тела. Ног, спины и рук. Поэтому давайте-ка сядем на корточки. Выставляем правую ножку вперед, тянем при этом носочек. Ножка должна быть прямая и красивая. И потихонечку переходим как бы вперед и тянем заднюю ножку. И опять потихонечку уходим назад. Садимся на корточки и делаем все то же самое с другой ножки. Вытаскиваем левую вперед, тянем носочек. Переходим как бы переползаем вперед и потихонечку обратно. Садимся на корточки. Правая нога вперед, вперед, тянем носочек. Да, дальше переползаем, переползаем. Тянем спинку. Хорошо. Хорошо. И возвращаемся также в исходное положение. Ну и встали. И встали. Очень красивое упражнение. Очень красивое, настоящее упражнение для фигуристов. Итак, мы закончили основную часть нашей зарядки, посвященной фигурному катанию. Теперь мы должны перейти к восстанавливающим упражнениям. Да, Лена? Безусловно. Мы будем потихонечку, медленно вдыхать и выдыхать. Буквально-таки на четыре счета. Делаем на четыре счета вдох. Раз, два, три, четыре. И выдох. Два, три, четыре. И последний. И вдыхаем. И раз, два, три, четыре. Выдохнули. Отличное упражнение. Выстановили наше дыхание. Выстановили дыхание. Что будем дальше делать? Я думаю, что одно из самых простых, но при этом достаточно сложных упражнений называется у нас складочка. Складочка. Поставим ножки вместе. Ножки вместе. И потихонечку, подняв ручки наверх, опускаемся и пытаемся достать носиком свои коленочки. Обни, обнимем и дотягиваемся. Потом поднимаемся. А теперь мы попробуем усложнить это упражнение. Сцепим сзади в замочек руки. И то же самое делаем сцепленными назад руками. Нагибаемся. Тоже кланяемся, да? Наклоняемся и тоже пытаемся достать коленок. Руки как можно выше пытаемся поднять. И обратно. Мне очень нравилось всегда, как фигуристы заканчивают свое выступление. У них очень красивые грациозные поклоны. Научите нас как-то кланяться так красиво. Я с удовольствием научу вас кланяться. Тем более, что это, в общем-то, мое любимое упражнение. Понятно. У нас джентльмены и леди кланяются по-разному. Поэтому для девочек обычно они выставляют ножку левую назад, ручки поднимают вверх и присаживаются. Угу. Такой книгс. Книгс, да. Книгс. А молодые люди, они делают, так скажем. Так, молодые люди делают. Вот так. И прижав к сердцу лупу, делают небольшой поклон. Очень красиво. Я сейчас предлагаю всем своим помощникам, всем своим соведущим сделать эти поклоны в сторону Лены Соколовой. Давайте. Давайте поблагодарим ее за тренировку. Так. Девушки тоже благодарят Лену. Спасибо, тренер. Это была «Зарядка с чемпионом». Сегодняшним нашим тренером была Елена Соколова, трехкратная чемпионка России и многократный призер чемпионатов Европы и мира. Но мы на этом с вами прощаемся. Пока. Дружите со спортом. До новых «Зарядок с чемпионом». Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова